И давайте последним в этом видеоблоке разберем класс CI-Blocked Result, вспомогательный класс до работы с объектами результатов выборки. Наследуется от класса CDB Result и содержит все его параметры и методы. Использование методов этого объекта позволяет более гибко и эффективно работать с элементами информационных блоков. GetNext класса CI-Blocked Result возвращает массив значений полей, приведенных в HTML безопасный вид. Также в плях DetailPageUrl и ListPageUrl заменяются специальные шаблоны на их реальные значения. В списке доступных шаблонов вы видите у себя на экране. В результате чего в этих полях будут ссылки на страницу детального просмотра и страницу списка элементов. И если выборка была из инфоблока, свойства которого хранятся отдельно, режим хранения свойства отдельных таблиц, то для правильной обработки значений множественного свойства требуется наличие полей ID и iBlockID. Метод возвращает массив с полями элементов информационного блока вида. Поле в виде ключа, преобразованное значение в виде значения. Тильда поле в виде ключа, непреобразованное значение в виде значения. И передвигает курсор на следующую запись. Если достигнута последняя запись или в результате нет ни одной записи, функция вернет false. Выберем все новости, отсортируем их в поле сортировка и получим значение с помощью функции GetNext. Класс ося и блок элементов. Собственно, вы у себя сейчас видите код, с помощью которого мы реализуем. Смотрим, что у нас получается. А в результате у нас на странице мы видим, что у нас выводятся поля, набор полей. Каждое поле представляет здесь дважды представлено. Один раз ключ поля представлено в обычном виде, а второй раз с добавленной стильной. Первый случай – это так называемые обезопасенные данные. Второй случай – это данные, которые без предварительной обработки. Вот у нас все выводится. Также здесь у нас присутствуют поля DetailPatchUrl. Как видите, здесь путь сформирован. ListPatchUrl. Также необходимый путь здесь у нас сформирован. GetNextElement класса CMBlockResult возвращает из выборки объект подчеркнение CRElement и передвигает курсор на следующей запись. Если достигнута последняя запись или в результате нет ни одной записи, функция вернет false. Этот способ нужно использовать для выборки элементов, у которых есть множественные свойства, чтобы избежать дублирования элементов, которые наблюдаются при стандартном вызове GetNext в случае использования инфоблоков 1.0. Так как GetNextElement возвращает только объект, то для того, чтобы получить доступ к даме, нам необходимо использовать специальные функции GetFills и GetProperty. GetFills возвращает массив значений полей, проведенных в HTML безопасный вид. Также в полях DetailPatchUrl и ListPatchUrl заменяются специальные шаблоны на их реальные значения, в результате чего в этих полях будут ссылки на страницу детального просмотра и страницу списка элементов. Метод возвращает массив с полями элемента информационного блока вида поля в виде ключа, преобразованное в значение в виде значения. GetProperties возвращает значения пользовательских свойств текущего элемента информационного блока. Данный метод не работает, если в GetList класса с iBlockElement в R-SeriesFills не указана ID и iBlockID, а в R-Filter не замен, а блок ID. У себя на экране вы можете увидеть параметры, которые можно передать методу, но обычно он вызывается без параметра. Метод возвращает массив значений свойств, где в качестве индексов массива символьный код свойств раздается на строк информационного блока, или, если символьный код свойств не указан, то уникальный числовой ID свойств. Значением массива будет массив полей свойств и дополнительно поля со значениями свойств, такие как значение свойств или массив значений свойств, если свойства множены, код варианта значений для свойств типа список, массив леничных значений, внешний код варианта значений для свойств типа список, массив леничных значений, описание значения свойств, массив леничных значений, код значения свойства массив единичное значение теперь также получен весь список новостей сортированы по полю сортировка получим с помощью функции get list класса ся блок элемент воспользоваться методом get next элемент вот вы видите его вызов собственно но нюанс в том что она возвращает нам объект он не возвращает там непосредственно данные для того чтобы нам получить стандартные поля мы воспользуемся методом get fields и собственно выведем все что нам вернет на экран так смотрим что у нас получилось а мы видим что у нас стандартные поля в безопасном виде без тильды и в необработанном виде стильдой выведены все поля до элементов описание и так далее также мы видим что detail patch url и list patch url у нас прошли обработку и там подставлены вместо шаблонов пути нормальные реальные пути теперь же получим пользовательские свойства которые у нас есть да и это воспользуемся методом get property раскомментируем вывод сохраняем и смотрим что у нас вывелось а здесь как мы видим на каждый элемент возвращается массив которым ключом является символьный код пользовательское свойство а внутри значение является массив который описывает каждое пользовательское свойство как видим здесь название есть значение описание и так далее в классе сей блок резальт также прибыли переопределён метод в нём происходит кэширование значений множественных свойств элементов участвующих в выборке для этих же свойств типа список выбирается парой id значения и справочника списка в основном Продолжение следует...